На прошедшем дне города директору экспериментального машиностроительного завода в НИИМС Евгению Иосифовичу Андрейшу было присвоено звание «Почетный гражданин города Углича» за его большой вклад в социально-экономическое развитие округа. И данный мотив более чем справедлив. По итогам прошедшего полугодия на НИИМС объемы как товарной, так и реализованной продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 110%. Завод сработал с прибылью, а следовательно увеличилась и средняя заработная плата, которая, кстати, в настоящее время превышает и среднеобластную, и среднероссийскую. Будучи благополучным в финансовом плане, МСМ НИИМС зачастую выступает спонсором нуждающихся организаций, оказывает различные виды материальной помощи как своим настоящим, так и бывшим работникам, ветеранам. На праздники, юбилеи, на приобретение лекарств, на зубопротезирование таких средств в первом полугодии было выделено им около 40 тысяч рублей. Также оказывали материальную помощь работающим на нашем заводе работникам, также на сумму более 100 тысяч рублей. Имеется возможность выделения путевок в санатории, так, например, в первом полугодии выделено и три путевки рабочим завода в санаторий Воровского и одна путевка в Большие Соли. Полностью обеспечили мы путевками в пионерский лагерь «Юность». Также мы, как и в предыдущие годы, не отказывали в помощи организациям бюджетным, таким как, например, общественная организация инвалидов, мы оказывали помощь, общественный фонд содействия милиции и правоохранительных органов, средней школе номер 7, значит, это организация, значит, и нашего района, и мышкинского района, значит, религиозным. Значит, мы изготовили в этом году, открывался новый храм в селе Богородицк, мышкинский район, значит, очень оригинальный крест. Экономическое благополучие МСЗ в НИИМС в этом году обеспечивают многочисленные заказы из 35 регионов России и трех республик СНГ. Стародельные заводы предпочитают заказывать оборудование именно здесь, потому что уверены в надежности фирмы. У завода есть большой авторитет среди сыродельных заводов, значит, второй фактор – это сжатые сроки изготовления оборудования, качество у нас, значит, выпускаемое оборудование выше, чем других предприятий, сравнительно низкая цена на оборудование, по сравнению с аналогичными аналогами, значит, других предприятий в Российской Федерации и зарубежных фирм. Примечательно, что за этим успехом стоит хорошо организованный труд и высокая квалификация, как инженеров, на счету которых в первом полугодии одна новая установка и один модернизированный аппарат, так и рабочих. У нас очень напряженный труд на производстве, значит, каждый работник завода занимается своим делом, у нас нет лишних звеньев, значит, и некоторые рабочие совмещают по две, по три, до четырех профессий. Следует отметить, что в апреле и в мае месяце завод полностью трудился над выполнением заказа для Белоруссии. Нам пришлось в течение апреля-мая месяца для выполнения данного заказа переработать и использовать более 16 тонн металла, как нержавеющего, так и простого. Это таких заказов металлоемких и трудоемких у нас еще не было за последние 12-15 лет. Напряженный рабочий темп сохраняется на МСМ НИИМС и по сей день. Заказов настолько много, что завод впервые за последние годы отказался от коллективного отпуска, заменив его на индивидуальные. Мы уже сейчас формируем план на август, сентябрь и октябрь месяц. Это первая причина. И вторая причина. Значит, в Угличе появились у нас три конкурента, которые пытаются также наладить производство технологического оборудования для маслодельной и сыродельной промышленности. Так что это тоже одна из причин того, что мы должны работать круглогонично. Во второй половине года завод намерен добиться показателей не ниже, чем в первом полугодии, выполнить все намеченные планы, в том числе и по совместному научно-техническому договору с НИИМСом по проектированию и изготовлению образцов новой техники. Редактор субтитров А.Семкин